Все, увольняйте меня, пишите, пишите, увольняйте, пожалуйста. Кончено. Сообщают покупателям о том, что не покупайте у нас сигареты, кричит покупателям. Они у нас отравленные. Привозите полностью коробки в содержимое, получаете возврат. Всего доброго. В течение одной минуты не отойдете, ВБР вы запретите от сотрудников, но не спрашивайте. Росквардию вызови сюда, будем тебя лицензии лишать. Не пускают, на работу не пускают, к сожалению. Так, и вот далее. Вот, покажи. ГК? Да. Прочитайте, вот я вам прямо специально, держите. Закон говорит об этом, закон. 503 статья гражданского кодекса. Мы любез здесь должны проводить, что ли. Пункт 5 статьи 503 гражданского кодекса. Вы вправе обжаловать это все? Мы знаем о наших правах. О наших правах мы очень хорошо знаем, потому что пока, а что, мы сразу в суд должны бежать? Пожалуйста, пожалуйста. Вы в своем уме или как? Во-первых, пожалуйста. Я вопрос задал. Я тоже корректно. Когда вижу, когда вижу, я когда вижу. Во-первых, я не только представитель магазина, но во-первых, я женщина. Не надо здесь себе гендерную принадлежность приписывать. Здесь представитель торгового предприятия и потребитель, чьи права были нарушены и продолжают срушаться. Не надо говорить о наличии там какой-то полости вместо чего-то другого. Не надо на это ссылаться. Потому что здесь покупатель и представитель торгового предприятия. Ссылку на пол здесь делать не нужно. О наших правах мне говорить тоже не нужно. Я от безграмотных бездарей про свои права слушать не собираюсь. Свои права я знаю лучше многих. Это раз. Второе. То, что второе. Идет пока устный диалог по данному предмету. О каком суде сразу может идти речь? Хорошо. Это бригадир. Это Екатерина Гундерина говорит. А что вы сразу в суд не побежали? Да. Урегулирование возможно при наличии товара. То есть я должен... Вы меня сейчас заставите ехать на помойку. Кату, в которую я все выкинул. Я вас не заставляю. Это ваше право. То есть есть товар... Но чтобы вы не нарушали мои права, я должен какую-то часть хотя бы товара что ли привезти? Я ваш прав не нарушаю. Помойки? Помойки подобрать я должен. Вы приносите товар, мы вас делаем вам подобрать. То есть для них, для мерзавцев, это товар. Во-первых, не оскорбляйте. По моему мнению, это мерзавцы. Это ваше мнение, оставьте его при себе. Не оставлю я его, Катя, при себе. Оставьте помойку. Не оставлю. Не оставлю. Очень жаль, что вы не оставите. Вы позорите себя, Азерка. Я позорю вашу помойку, в которой продают просрочку детям на День защиты детей. Пожалуйста, вы имеете право... Помойку вашу позорю и вас бездарить, по моему мнению. По моему мнению, вы такой же. Это ваше очень любочное мнение. Официальная позиция Ашана. Вот конченная, вот в офис надо просто звонить обязательно. Пишите жалобу, можете на интернет-ресурсах сделать это все. Слушайте, вот секунду. Возраг будет, если будет товар. Все, всего доброго. Идиоты. Слушайте, а вот мне на вопрос не ответил. Сейчас шументы приедут. Конченые. Просто конченые. Здравствуйте, Пулковское шоссе 25, корпус 1, ТРЦ Лето, магазин Ашан. Нужны сотрудники полиции, торговое предприятие нарушает право потребителей. Здравствуйте, а меня вот обсчитать пытались. Сейчас мы вам разницу сделаем. У вас было на карте. Да. Сейчас я вам верну денежку по этой цене, которая была на карте. И потом сделаем разницу, продадим вам по этой цене. А вы сейчас потом делаете? Просто, видимо, произошел сбой. И поэтому промоход слетел. Сейчас мы вам верим денег. А я правильно понимаю, что если бы я их съела, вы бы мне деньги не вернули? На сколько тебя обсчитали? На 12 рублей. И даже в том, насколько обманули, обманули. Приходите в Ашан, вас здесь обманут, обсчитают. А потом с улыбкой исправятся. Если вы вдруг заметили это. Да, но не извинятся. Так, что там за ответ? Мы искали ответ какой-то там. А если им претензию написать, что они дебилы, они в ответ дадут листочек с обоснованием, почему они, по их мнению, не дебилы? Клуб Патриот. Привет. Привет. Здорово. Можно с вами с ним? Можно. А я уже хохотился. Мы ждем вас на видео. Молодцы. Завтра уже будет. И послезавтра, да. Там 4 серии. Давай. Привет. Подписывайтесь на канал Клуб Патриот. Ставьте лайки. Он самый лучший. И комментарии. Обязательно комментарии. На КОС-4 давайте сделаем актив. И колокольчик ставьте. Обязательно. О, правильно. Молодцы, парни. Спасибо. Пацанам лайкос. Лайкос вам, пацанам. Спасибо большое. А вот к вашему директору кто-нибудь подходит на улице сфотографироваться? Ваша популярность не трогает ни с какой стороны. Я очень рада, что мы популярны. Вот вам. А почему? А потому что наказываем тухлопритоны за нарушение закона. От меня лично чего-то нет. Сейчас пока он вас накамливается с ответом. Я могу рассказать, какие мне обязанности. Я могу рассказать свои обязанности? Тупить одна из первых. Тупить одна из первых обязанностей. Что, не видно, какие обязанности, что ли? На горячую линию я ему еще жалобы кину. Ну, рассматривать жалобы будет не до директора этого тухлопритона. Представим, как все работает. А если жалоба на меня до директора, то рассматривать все равно будет не до директора. Да, да. Оригинально. То есть жалобу на мусор я кину, рассматривать сам мусор будет. Заинтересованное лицо. Вы можете, сказали мне, написать на нашем сайте asan.ru Девушке конфеты не понравилось. Мне, говорит, провоцировать не надо. Ну, они правда отвратительные. Можете попробовать. Объясняю причину возврата. Я вас не спрашиваю, для вас же, пожалуйста. А, а для нас нет? Для вас же, пожалуйста, есть день, товар есть. А для вас нет, говорят. Так, что вы... Оригинал. Оригинал. Я жаловался, потому что одна тупая сотрудница, вместо того, чтобы заниматься претензией, я первый был в очереди, начинает ослуживать других клиентов. Все, увольняйте меня. Пишите, пишите и увольняйте, пожалуйста. Конченые. Детей четверых моих вы будете кормить? Конченые. Молодец. Как я рада, что у вас на работе все хорошо. Подойдите сюда, пожалуйста, у меня здесь окно выдачи. Это что за жест такой был? Ну, вот здесь окно выдачи. Что это за жест такой? Я не правил. Что такое у нее? Так, снимите, снимите. Значит, смотрите, вы должны... Так вот, я ознакомился не в полном объеме, вот на ней. Вот эту Фелькину Бранту. Я вам тоже не хочу. Как вы на Шанхайте, я вам тоже посмотрю. Кто? Давайте я в курс не сделаю. Так ознакомиться дайте мне. Подождите вы, я вам дам. Зачем вы мнете? Не мните мой ответ. Это он еще не отвечен. Как не отвечен? Смотрите. Ознакомиться, говорю, мне дайте. Я вам отдам. Можно я в курсе сделаю? Как вы уже делали. Вы должны подписать и это мне отдать. Что? Что? Там написано, что я миллион долларов должен. Ознакомиться мне в полном объеме. Дайте, пожалуйста, я вам отдам все. Так ознакомиться мне. Ознакомиться мне. Там дайте я куплю. Тупые. Это жопа. Это мега 314 с детства. Мы с такого шоу на работу за 8 лет в первый раз. Спасибо вам. Шоу, клоунаду сотрудники Ошана устраивают. От директора до глухонемого кассира даже. Слушайте, а вот это документ. Нет, я вам, он хотел ознакомиться. То есть я... И что, с чем я ознакомлюсь? С чем я ознакомлюсь? Работа в зоне самообслуживания. В течение смены. Проверка документов при продаже алкоголя. Что мне дали ознакомливаться? Инструкция. Что это за говно такое? Оригинал для ознакомления, а не какие-то черновики. Правила продажи алкоголя я подпишу или что? Причем этот документ для тебя. Вот просто сборище вот идиотов. Слушайте, но это же документ для него. Набрали тупое хабалье. Все, руководство Ашана, куда вы смотрите? Не надо экономить на персонале. А уважение упало уже ниже уровня канализации. С такую некомпетентность, непрофессионализм. За такое хабальство конченое. Бригадиры некомпетентны. Дежурные директора безграмотны. Директор пытается изобразить конченое существо, не знающее действующего законодательства. Клиентский сервис, тоже полная жопа, что происходит, только что видно было. Вообще просто жесть. Самый лайк отставит. Можно? Блин, вы крутые. Спасибо. Можно руку подбору? Круто. Какие двойные стандарты у вас в Ашане? Да, вот такая вот. Такое тут в Ашане творится. В Ашане вообще конченое. Орегано-то. Как там? Вы всегда здесь покупаете сигареты? Не покупайте. Честно вам говорю, отравленные? Она признала... Офигенная реклама. Она признала, что у них сигареты отравленные. Честно вам говорю, отравленные. Кто это у нас? Черкова Ирина, сектор КАС, гласит бейджик, сообщает покупателям о том, что не покупайте у нас сигареты, кричит покупателям. Они у нас отравленные. Черкова Ирина, сектор КАС. Гипермаркет Ашан Лето, Санкт-Петербург, ТРЦ Лето, Полковское шоссе, 25, корпус 1. Руководству обязательно присмотритесь к таким сотрудникам, недосотрудникам. Это ответ гражданину на его претензию? Не нужно, чтобы он расписался. Я себе делаю копию, отдаю ему экземпляр. А под чем? Вы думаете, он не вернет вам его? Он предоставлен ответ. Ну, что ему предоставлен ответ. Он же делал запрос, да? Значит, кому? Маркину Александру Александровичу. Какой запрос? Он не запрос, он претензия. Претензия. Мне дали ответ, сказали распишется, я делаю себе копию о том, что вы получили. Ну, а под чем я расписаться должен? Что там написано? Ну, значит, ничего я вам тогда не даю. Ну, так вот получается. Что там написано? Ну, вы только что читали. Дежурного директора суда. Я вот, вы уже знаете, как их вызывать, сами вызывайте. Дежурного директора зовите. Что за бред? Может, там написано, что я миллион евро обязуюсь выплатить ОШАН в течение суда. Под чем я должен подписываться? На задней стороне листа должен подписаться. Неизвестно, что написано с передней стороны. Давайте, документ это его ответ. Где здравая логика? Нет, а мне сказано, что он должен подписаться. У вас здесь камера пишет? Не знаю. Может, вы там плюнули? Ну, как бы, чуть-чуть, чуть-чуть. Пусть СБшника зовет. Что это за бред? Ну, вы предоставите. Пусть в СБшнике это люди с доверенностью. Какая копия? Вы мне тоже не сочиняете много. Какая копия? Я не знаю, что написано на оригинале. На оригинале написано, что я миллион евро должен выплатить ОШАН. Ознакомиться. Потом попросите его. Или там написано, что я совершил преступление и убийство. Ну, хоть документ выбили. Это просто что-то. Вот сейчас надо было спорить. Да, чтобы суть была понятна. Такого уровня граммс люди не работали бы в магазине. Они где-нибудь, ну, максимум полы бы терли в местной ЦРБ. Сейчас без навыков берут на такие должности. Я ничего не имею против тех, кто моет посуду, кто моет полы. Все профессии важны, как говорилось. Но просто некомпетентность, непрофессионализм зашкаливают, к сожалению. Это тянет страну в целом вообще ко дну. Из-за таких неграмотных, некомпетентных. Мы искренне надеемся на ваше понимание. Мы сделаем все возможное для того, чтобы последующие покупки в наших магазинах принесли вам только приятные эмоции. Вот долбаные лицемеры, отвечаю. Вот лицемеры просто создают по максимуму дискомфорт своим покупателям. И вот лицемерят, что-то мне пишут здесь о приятных эмоциях. Знаете что? Засуньте себе их в жопу. Ваши приятные эмоции, если они у вас остались. Вот с претензией разобрались, да? Ответ о отказе по возврату. Ирина, можно вас на минуту? А в чем сложность написать бумагу? Что на основании того, что... Некомпетентные, я не имею права писать какие-то бумаги. Не вы, да? Ваша руководство. Да, мы же подходили. Мы же подходили. Ну, к вам же подходили. Не, ну, мы подходим, дешевый менеджер. Почему вы у него не спросили? Мы на клиентский сервис обращаемся. Клиентский сервис, я могу принять товар с товаром. Ну, я не одну... Ну, не обложки от товара. Нам отказ в возврате, мотивированный отказ. Просто пишите, на основании того, что вы не возвратили... В полном объеме. В полном объеме. Мы отказываем вам возвратить... Я некомпетент на это, понимаете? Если вот вы там дальше будете... Пусть пишет, кто компетентен. Ну, вам приходил дежурный менеджер. Так игнорируйте, игнорируйте. Она ушла, да? Нам либо деньги нужны, да, за просрочку. Потому что на каком основании вы удерживаете деньги за просрочку. Либо откажите тогда, мы зачем в суде? Ну, чтобы гражданско-правовые отношения были. Понимаете? Все, пусть ксерит себе ксерокопию. Вот видите, зачем этот цирк? С перетягиванием претензий, ответа нужен был. Все в рамках закона. Я для вашего шоу старалась. Только документ помяну. Я только для вас старалась, для вашего шоу. А так бы у вас бы и не было. Сколько идиотов в стране, не ликвидированных. Да, не представляете, сколько идиотов. А меня не сняли. Главное идем, это и не сняли. Можете хотя бы письменно ответить отказом на возврат. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Давно не виделись. Да. Сегодня к нам другая подходила. Слушайте, ну что такое? Послушайте, не видели. Вчера вам полиция сказала сделать возврат. Директор сказал, приезжайте в любое время, сделаем возврат. А вы возврат все никак не сделаете. Товар привезли? Привезли. Товаром это не являлось. Даже в момент покупки. Товар привезли. Вы у нас приобрели товар. Коробки, в них содержимое. Привозите полностью коробки в содержимое. Получаете возврат. Всего доброго. Молодец какая. Просрочку продали на 16 тысяч. Трига КРФ. Нет, никто ничего не делал. И возврат не делают. Содержимое какое-то. Слушайте, а если мы это выкинули, вы предлагаете нам в другом машине купить и заменить? Ну а как же вы это выкинули, если вы собирались возвращать? Как согласно гражданскому кодексу, 503 статьи, некачественный товар, частично или полностью употребленный покупателю, в магазин не возвращается и продается не вправе удерживать стоимость. Сумма возврата стоимость, на которую повязалась стоимость товара в связи с полным или частичным использованием товара. Я бы в бубен дал, если бы на мои вещи кто-то что-то наляпал, такое-то говно, да? Наверное, я бы тоже, да. Вот у меня сумки только дорогие. Он тоже и сам ляпает. Это первый день. А. То есть можно ляпать, да, до тех пор, пока кто-нибудь в бубен не съездил? А мы третий уже, и все, деньги за просрочку не возвращают. Вам занято, вам скучно-то законы? Конечно, скучно. Ашан взял 16 тысяч за просрочку. Музыка. И вот нам скучно, да. Ну, ребята, это не ко мне, естественно. А мы в курсе. Я тоже хочу денег заработать, как-то не знаю, вот работаю. Да, здесь, чувствую, много заработаешь. Тысяч 10 за месяц отдадут, удержав за многое-многое. Че-че-че? Не видите, я смотрю мангалы. Я не имею права здесь стоять. Я на площадь торгового зала. Вам не имеете. Она не попутала. Право говорит, не имеете. Мангалы смотреть. Это как? Смотреть мангалы не имеете права. Это что за бред такой, я слышу. Слали в туман, комплекс не забудьте. Не мешай покупателям совершать покупки, делать выбор. А вы мешаете сотруднику пройти на свое место? Серьезно? Да. Пусть обратится в компетентные органы, если кто-то ей, кому-то мешает. Сотруднику перегородили дорогу. Серьезно? Где сотрудника? Так вот он не может из-за вас туда пройти. Серьезно? Покупатели конца ходят, покупаются и не могут. Нет, я хочу с этой стороны посмотреть. Вы же так товар расположили. Можете с этой стороны товар расположить? Нет. Потому что вы сотрудника перегородили дорогу. Вот не могу. Вот скрустись, я не хочу тебя видеть, не хочу тебя слышать. Освободите дорогу, пожалуйста. Освободи сам нашу общество, нашу компанию, точнее, от своего общества. Освободи. Сотрудник будет, наверное, на место работе. Тебе уже сказали, пошел вон отсюда. Вы сначала разговариваете, научитесь. Я умею разговаривать, ты что-нибудь слышишь? Я тебе сказал, пошел вон. Вы неправильно выражаете. Вы адекватно выражаете. А что для тебя правильно, я не знаю. У меня свои стандарты, правильности сказанного. Это важно научить вас в общественном месте. Звали в туман и компас не забудьте. Вы в общественном месте находите. Общественном. Общественном. Вы имеете право оскорблять человека? А что такое оскорбление? Ты знаешь предъявление? Я знаю. Для меня это оскорбление личное. Да, для меня оскорбление твое присутствие в таком виде позорном. В каком позорном виде? В стеглазе рыбакой. В какой форме? Погладил бы сначала для меня это оскорбление. Освободите территорию, пожалуйста. Освободи сам территорию. Иди вон отсюда. Для покупателя освободи. Для покупателя освободить территорию. Для покупателя вот территория. Вот для покупателя освободить территорию. Пошел вон отсюда. Вы мешаете людям. Ты мешаешь гражданам. Вот мы общаемся. Вот вы сейчас мешаете гражданам. Вот ты мешаешь нам, двум гражданам. Мы общаемся стоять. Вы сейчас мешаете, огородили территорию, мешаете... Серьезно? Вы так товар расположили. Что пристаете-то? Часть торгового зала. Ты граждан мешаешь, не мог вести. Такого выбора мангала. А вы вот оставляете очереди держать. Все, твой спич, никто не интересен. Пошел вам, тебе сказали. Ты, видимо, глухой или бухой. Какая некомпетентность? Саль, какая некомпетентность? Он сказал некомпетентность. А какая некомпетентность? Я как покупатель вполне компетентен. Может, это ваши некомпетентные, так расположили товар? Не даете пройти сотруднику на свое место. Оценивать его свойства. Для чего здесь товар стоит? А для чего тележка стоит? Это его товар, купленный его товар. А почему он отстоит и не положено в месте? А где, кто положил, на какое место? Возле двери. А почему вы так товар расположили? Что смотреть можно только таким образом? Незаконное паркование тележки на территории Ошана. Вот такая статья может в уголовном комплексе есть, административном. Торговые предприятия эти тележки держат для покупателей. Чтобы им было удобно складывать покупки туда. Я, конечно, не знаю, как мангал уместится туда, Леонидович. В течение одной минуты не отойдете, ГБР вызовет за препятствием сотрудника на место работы. Что сделают? ГБР вызовут. И что они сделали? За препятствием, чтобы оборотили для места сотрудника. Я думаю, дров мало будет. Он выбирает товар. Вы очередь задерживаете и мешаете людям. Так мы-то при чем? Вы так товар расположили? Вы так товар расположили, а покупатель виноват. Правда? Винута вот была. Парик-праздва. Вызывай. Вызывай, вызывай. Вчера клевету написали, написали. Скатались мы, вернулись обратно. Давай сегодня еще раз скатаемся. Ты из ЧОП? Да. Согласно закону, отчего предъявите устроение? Нет, не обязаны предотвратить. Отказываешься? Отказываешься? Согласно закону. А вы отказываете переграждать территорию? Что за хранятые сигареты еще купить? Ребят, 16,5 тысяч не возвращают за просрочку. Давай, не мей, сигарет надо купить. За руками я держу, не трогай, ладно? Блядь, не вези, дай сигаретку, бля, паспорт. Не нахарах я, кто-то. 16 тысяч за просрочку не возвращают. Да мы понимаем. Вот уже второй день не можем разобраться. 16 тысяч не возвращают. Сигаретка, держи. Не жадно. Вот ты видишь, как просто все решалось. Еще раз, последний раз спрашиваю, согласно закону, о чем? Я с вами уже не хочу разговаривать. А я с вами разговариваю. Потому что вы перегородили дорогу. Я ничего не перегородил. Я ничего не перегородил. А ты законочек нарушаешь. Идите в полицию. Обиженка, я с вами не хочу. Росгвардию вызови сюда. Будем тебе лицензии лишать. Слышь, обиженка, е-мое. У них где-то воздушно-капельным путем, я полагаю, передается, да? Вся эта тупость, вся эта гнилость. Покажи сюда на камеру. Строгода, ты заканчиваешь, не троится шоу. Понимаете, да? Вот чем. Пойдемте на кассу, я вам сделала. А то, что продукты такие продаются с плесенью, это нормально? Там прям под крышкой плесень. В сроке, но плесень открывает, говорит, что это за фига. Вообще офигенно, да? Ага. Прям под крышкой, оно было герметично упаковано. Офигеть надо. Вообще штульных условий хранения нарушено, если у чувака под крышкой плесень. Можете продавцам пустить сюда, потому что стоим, ждем сигареты купить. Ну, а мы к вам голову убираем, прикинь. Так вы можете просто отдельную тюльяшку, чтобы продавец пришел? Не, можно. Общем проблемы-то? А вот я смотрим, главное. Ну, так я понимаю. Вы просто молодые седяты, вы еще просто куча людей задерживаете. Вот, часть выбрали, а часть вот не выбрали. Так а чем мешает тележку эту, блин, вообще включить? А они-то вчера пытались нашу тележку из рук вырывать. Нет, что это, блин, все эти. Доверяю сотрудникам этого Ашана. Мне-то классно, мне вот там вот люди стоят, кучи, которые из-за вас не могут лучше купить. Так у них проблемы, чего они не решают. Так они полицию ждут из-за вас. Нет, полицию мы вызываем. Из-за того, что они просрочку продали и возврат не делают. Классно, так круто. Можете ждать людей-то, можете отпустить дальше? Мы два дня ждем. Два дня. Я не понимаю, вы-то стойте, ждите людей-то, отпустите. А вы отпустите, а я распускаю всех. Можете, продавцы, а я все понимаю, почему люди другие должны из-за вас страдать? Я понимаю, сотрудники решают. Они продали просрочку. Так вы же сейчас... Нормальный магазин приходишь, есть на кассе сигареты? Вы ее сейчас... Если они по-другому не понимают. У них всегда отдельно это было. Если они по-другому не понимают. Ну, люди-то страдают из-за вас, другие невинные. Ну, а я однажды в аэропорту была забастовка. Это классно, что вы были в аэропорту. Рейс просрал. Вы просто как малолетки себе ведете, вот и все, ребята. Ну, как хочешь, оценивай. Я это оцениваю, я тебе лицо говорю. Как хочешь, как хочешь, оценивай. Матом не ругайся. Чего человек не сделает ради сигареты, а? Ага. Ну, мангалы я выбираю, и что? Буду дальше выбирать. Вот думаю, какой этот или этот, чем они различаются. Найди весь эти отвлечь, Леонидович. Тот с какой-то красной фиговиной, да? Там еще... Не надо мою телегу. Залежите я на рабочее место. Пойти на рабочее место. Просто проходите. Я не летать не умею. Мне пропеллеры не будут. Я товары выбираю. Не мешайте. Я пройду. Не мешайте. Вы нарушаете трудовой процесс. Смотрите. Совещание с коллегами. Я сейчас не продажу. Мы теряем прибыль. Вы нарушаете процесс выбора товаров. Вы сейчас потеряете больше. Да я знаю, господи. Дайте мне пройду. Я не знаю, что это было. Не надо трогать телегу. Разрешите, я пройду. Терра, нет, трогать. Пытались, чуть-чуть газом вы все не получили. Ну, а что делать? Такая работа, представляете, работа по шаре стала такой прям на опасность. Ну, я что здесь делюсь. Товарищи, не пускают, на работу не пускают, к сожалению. Мы мангал, видите, все выбираем. Видите? Ну, я не могу пройти. Не мешайте нам мангал убирать, пожалуйста. Не мешайте работать человеку.